Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 4 главы 3 книги Царств. Напомним, о чем шла речь в прошлой передаче. Во времена Соломона все жили под своими виноградниками и смоковницами. А это значит, что тогда не было неравенства, когда один живет в хоромах, а другой в трущобах. У каждого была своя лоза и смоковница. И такое благоденствие пребывало во все дни Соломона и распространялось на территорию от Дана до Версавии, то есть от северных до южных границ царства. Теперь прочтем 26 стих из 4 главы 3 книги Царств. И было у Соломона 40 тысяч стоил для коней колесничьих и 12 тысяч для конницы. Обратите внимание на этот стих. Конь был животным, которое в сознании людей ассоциировалось с войной. И Бог запретил приумножать коней. Бог дал особый закон, запрещающий умножение коней и жен. Вот что сказано в 16 стихе 17 главы книги Второзакония. «Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам, не возвращайтесь более путем сим». Соломон же умножал и коней, и жен, его конюшни находились по всему Израилю. Однажды я был на развалинах Мегиддо, кургана, с которого видна долина Ездрилонская, на которой произойдет, как мы считаем, последняя великая битва – Армагеддон. Вид потрясающий, должен вам заметить. Но самое большое впечатление на меня произвели развалины конюшен Соломона. В них могли разместиться не менее 450 лошадей. А в 25 стихе 9 главы Второй книги Парлипоминон сказано, что у Соломона было 4000 стоил для коней. Да, Соломон действительно умножал себе коней, вопреки мудрости Божьей. Теперь давайте прочитаем, что написано в этой главе о великой мудрости Соломона и его славе. Начнем со стихов с 29 по 30. И дал Бог Соломону мудрость и весьма великий разум, и обширный ум, как песок на берегу моря. И была мудрость Соломона выше мудрости всех сынов Востока и всей мудрости египтян. Как известно, самые большие мудрецы жили на Востоке. Читаем далее 31 стих. «Он был мудрее всех людей, мудрее и Ефана, из Рахитянина, и Эмана, из Халколы, и Дарды, сыновей Махола, и имя его было в славе у всех окрестных народов». В этом стихе упомянуты четыре мудреца. Прочитаем 32 и 33 стихи. «И изрек он три тысячи притчей, и песней его была тысяча, и пять. И говорил он о деревах, от кедра, что в Ливане, да и сопа, вырастающего из стены. Говорил он и о животных, и о птицах, и о присмыкающихся, и о рыбах». Здесь говорится, что Соломон изрек три тысячи притчей. В Библии записано только несколько сотен. А песен он написал одну тысячу пять. Соломон был великим композитором. До нас дошла только одна из его песен. «Песнь песней». «Ко всему прочему, он был еще и ботаником. И говорил он о деревах, от кедра, что на Ливане, да и сопа, вырастающего из стены». И сопа – это неприметная травка, которая растет на камнях. Соломон был также и зоологом. Он говорил о животных. И орнитологом, поскольку говорил о птицах. Был он и энтомологом, потому что говорил о насекомых. И ихтеологом, потому что говорил о рыбах. Он говорил обо всем этом, потому что хорошо изучил эти предметы и обладал немалыми знаниями. Говоря современным языком, Соломон был одним из первых естествоиспытателей и стоял у истоков естественных наук. Прочитаем 34 стих. «И приходили от всех народов послушать мудрости Соломона, от всех царей земных, которые слышали о мудрости его». Соломон стал известен на весь мир своей мудростью, и многие приходили послушать его. В книге-притче мы можем прочесть лишь немногие из его притчей. Как я уже говорил, они будут очень полезны любому молодому человеку, который начинает жить самостоятельной жизнью. Многие притчи и пословицы могут помочь в личной жизни и в работе. Отношение Бога к нам очень практично. Господь дает нам советы, касающиеся нашей повседневной жизни. Поведение на рынке, в суде, на собраниях. В книге-притче содержится немало основополагающих принципов поведения. Я не хочу сказать, что можно стать христианином, следуя одним лишь притчам Соломона. Но помочь в нашей жизни они могут. А сейчас давайте перейдем к пятой и шестой главам Третьей книги царств. В пятой главе Соломон заключает договор с Хирамом, царем Тирским, по которому Хирам поставляет Соломону ливанский кедр, а также рабочих. В самом Израиле Соломон намирает еще тридцать тысяч человек. В шестой главе приводятся подробности возведения огромного и роскошного храма, на строительство которого ушло семь лет. Прочитаем первый стих. Все, что царь Хирам сделает для Соломона, он сделает только из-за своей любви и уважения к царю Давиду. Прочитаем стихи со второго по четвертый. И послал также и Соломон к Хираму сказать, «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его? Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препон». Друзья мои, только Бог может дать мир, будь то мир во всем мире или мир в сердце человеческом. Только Бог может дать покой человеческому сердцу. Вот почему наш Господь, когда израильтяне отвергли Его как царя, адресовал всем людям свое личное приглашение. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные», то есть обремененные грехом, «и я успокою вас». Так написано в 28 стихе 11 главы Евангелия от Матфея. Только Христос может дать покой. А Соломону Бог даровал прочный мир после многочисленных войн во времена Давида. Прочитаем пятый стих. «И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему». Хотя идея строительства храма принадлежала Давиду, Бог не позволил ему построить храм, ибо он был человеком войны. Быть может, здесь стоит задуматься обо всем, что касается строительства храма. Человек с самого начала своей истории был строителем. В 17 стихе 4 главы книги Бытие сказано, что Каин построил город и назвал город по имени сына своего Енох. По всей земле мы находим огромные курганы, внутри которых скрываются руины величественных городов и архитектурных шедевров прошлого. Лопаты археологов постепенно отнимают у земли ее тайны. И о каждой цивилизации можно судить по высоте зданий, которые возводились во времена ее расцвета. В нашем обществе принято думать, что пещерные люди, то есть все жившие в каменном веке, были нецивилизованными варварами. Они не умели строить дома и прятались в скалах. Египтян же, ассирийцев, вавилонян, греков и римлян считают цивилизованными народами и в доказательство приводят их архитектуру. Современный человек понастроил небоскребов, офисов и супермаркетов, и по этой самой причине он считает себя очень культурным. Но ведь по сути это те же самые пещеры или даже норы, в которых мы живем и работаем, как суслики. А в свободное время мы путешествуем по шоссе, подобно каким-нибудь червякам. Мы нажимаем кнопки, поворачиваем выключатели в полной уверенности, что живем. Таков современный человек. Но вернемся к архитектуре. Первые, построенные человеком внушительные здания, были храмами. Все языческие народы строили себе храмы. Некоторые были грубыми и примитивными, а некоторые, такие как, например, Парфенон в Греции, являлись изящнейшими образцами высочайшего искусства. Все эти здания ведут свое начало от одного корня – Вавилонской башни, которая является памятником человеческому неповиновению Богу. Языческие храмы всегда отличались своими архитектурными достоинствами. Но сами язычники, которые в них поклонялись, и цивилизованные, и нецивилизованные, стояли на низшем уровне духовного развития. Храмы эти были изысканными, огромными, богато украшенными, они приводили людей в восхищение. Храмы царей Нила, Асира, Изненеви, Мордука Вавилонского, Зиккураты в долине Тигра и Ефрата, храмы финикийского Вуала, греческой Афины, Парфенон в Афинах, храм Юпитера в Риме, храмы ацтеков в Мексике. Все они свидетельствуют о бунте человека против Бога. В 21 и 23 стихах первой главы послания к римлянам сказано, что люди, познавши Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих. И что же они сделали? Они построили храмы. И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Каждый народ сделал дом для своего Бога, и каждый народ превратил своего Бога в игрушку для себя. Что же касается храма, построенного Соломоном, то нигде в Писании он не считался домом, в котором будет жить Бог. В 18 стихе 6 главы 2 книги Паралипоменон Соломон во время освящения храма ясно объяснил, что Бог в нем не живет. «Поистине, Богу ли жить с человеками на земле, если небо и небеса небес не вмещают тебя, тем менее храм сей, который построил я?» И если вы все-таки придерживаетесь мнения, что храм этот построили для того, чтобы в нем жил Бог, то в таком случае вы ничего не поняли. Храм – это место, где человек приходил к Богу и получал к Нему доступ через свои жертвоприношения. Теперь давайте поговорим о том, как зарождалась идея строительства храма, как его строили, и каковы были его качества и характерные особенности. Все это очень важно. Идея строительства храма возникла у Давида, которому Бог, однако, не позволил его строить. В стихах с 1 по 3, 28 главы 1 книги Паралипоменон, мы можем прочесть о том, как все это происходило. И собрал Давид в Иерусалим всех вождей израильских, начальников колен и начальников отделов, служивших царю, и тысячи начальников, и сто начальников, и заведовавших всем имением и стадами царя, и сыновей его с евнухами, военачальников и всех храбрых мужей. И стал Давид царь на ноги свои и сказал, «Послушайте меня, братья мои и народ мой, было у меня на сердце построить дом покоя для Ковчега Завета Господня и в подножие ногам Бога нашего, и потребное для строения я приготовил. Но Бог сказал мне, «Не строй дома имени моему, потому что ты человек воинственный, и проливал кровь». Из этих слов Давида мы видим, что храм должен был стать не домом Богу, а его подножием. Глубоко в своем сердце Давид давно уже пожелал строить храм, и проект здания был получен Давидом, а не Соломоном. В 19 стихе 28 главы 1 книги Паралипоменон сказано, «Все сие в письме не от Господа», говорил Давид, «как он вразумил меня на все дела постройки». Другими словами, Давид получил от Бога проект здания и план ведения строительства, хотя и не получил разрешения на это строительство. И уже Давид передал этот проект Соломону, о чем мы читаем в стихах с 10 по 12 из 28 главы 1 книги Паралипоменон. «Смотри же, когда Господь избрал тебя построить дом для святилища, будь тверд и делай». И отдал Давид Соломону сыну своему чертеж притвора и домов его, и кладовых его, и горниц его, и внутренних покоев его, и дома для ковчега, и чертеж всего, что было у него на душе, дворов дома Господня и всех комнат кругом, сокровищниц дома Божия и сокровищниц вещей посвященных. Давид также приготовил все строительные материалы, о чем мы прочитаем во 2 стихе 29 главы 1 книги Паралипоменон. «Всеми силами я заготовил для дома Бога моего золото для золотых вещей, и серебро для серебряных, и медь для медных, железо для железных, и дерево для деревянных, камни оникса и камни вставные, камни красивые и разноцветные, и всякие дорогие камни и множество мрамора». Как хорошо видно из этих стихов, идея и весь проект вплоть до мельчайших деталей существовали уже в сердце Давида. Соломон же просто выполнил строительство по готовому проекту. Имея все запасы строительных материалов, заготовленных Давидом, Соломон договаривается с Хирамом, царем Тирским, о поставках кедра и кипариса для строительства здания. Прочитаем 8 и 9 стихи. «И послал Хирам к Соломону сказать, «Я выслушал то, зачем ты посылал ко мне, и исполню все желание твое о деревах кедровых и деревах кипарисовых. Рабы мои свезут их с Ливана к морю, и я плотами доставлю их морем к месту, которое ты назначишь мне, и там сложу их, и ты возьмешь, но и ты исполни мое желание, чтобы доставлять хлеб для моего дома». Кроме рабочих из Тира, Соломон также привлек к постройке большое количество израильтян. Прочитаем 13 и 14 стихи. «И обложил царь Соломон повинностью весь Израиль. Повинность же состояла в тридцати тысячах человек. И посылал их на Ливан по десяти тысяч на месяц попеременно. Месяц они были на Ливане, а два месяца в доме своем. Адонирам же начальствовал над ними». Соломон начал грандиозное строительство. Построив храм, он продолжал строительство других объектов. Для этого ему пришлось обложить свой народ тяжелыми налогами. В шестой главе мы непременно рассмотрим, как вело строительство храма. Вы увидите, что храм в два раза превосходил скинию размерами. Он был гораздо роскошнее, утонченнее и дороже. Простота скинии была забыта. И в храме мы увидим начало духовного падения. Давайте прочитаем второй стих шестой главы. Храм, который построил царь Соломон Господу, длиною был в шестьдесят локтей, шириною в двадцать и вышиною в тридцать локтей. Хотя храм этот и был в два раза больше скинии, он все равно был достаточно маленьким по нашим меркам. Скиния была размером тридцать на двадцать локтей, а высотой тридцать локтей. Храм таким образом был в три раза выше скинии, которая, в свою очередь, была лишь небольшим шатром. Хотя храм был сравнительно небольшим по размеру, он был поистине роскошным и дорогим. Прочитаем стихи с третьего по седьмой. И притвор пред храмом в двадцать локтей длины, соответственно, ширине храма. И в десять локтей ширины пред храмом. И сделал он в доме окна решетчатые, глухие, с откосами. И сделал пристройку вокруг стен храма, вокруг храма и довира. И сделал боковые комнаты кругом. Нижний ярус пристройки шириною был в пять локтей, средний шириною в шесть локтей, а третий шириною в семь локтей. Ибо вокруг храма извне сделаны были уступы, дабы пристройка не касалась к стенам храма. Когда строился храм, настроения употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышным в храме при строении его. Давайте остановимся на конструкции храма. Как мы уже заметили, он был в два раза больше скиния. С трех сторон он был окружен трехэтажным зданием. Там жили священники во время, когда они несли свое служение. Перед зданием находился притвор размером с половину футбольного поля. Медный жертвенник в храме был размером двадцать на двадцать локтей и высотой десять локтей, тогда как жертвенник в скинии был размером пять на пять локтей и высотой три локтя. В храме было десять светильников вместо одного в скинии. Было также десять столов для хлебов предложения вместо одного стола в скинии. Больше было и некоторых других предметов обстановки. Для участия в строительстве было нанято тридцать тысяч израильсян. Было также сто пятьдесят тысяч вспомогательных рабочих и три тысячи надсмотрщиков. А хирам цартирский предоставил для строительства многие необходимые материалы. Мы продолжим исследование храма Соломона в нашей следующей передаче. А сейчас я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова